А мы поговорим о том, что делается сейчас. Уж поверьте мне, слово «кризис» — это только Россия. Нигде этого слова нет. Нет вообще. И в наш типа «кризис» у вас типа возникли проблемы с пенсией. А вот к слову «пенсия» мы и вернемся. Помните? А если нет, то вспомните, как для детей и для взрослых говорилось про СССР. Так вот, это была счастливая сторона стариков и ребят. Ни того, ни другого сейчас не присутствует. Для самых сложных мы объясним. Тупорылые ЕГЭ и ОГЭ. И это далеко не экзамены, это долбанные тесты. К слову о том, что скоро эра бесплатного высшего просто уйдет в прошлое. Тогда зачем эти тесты? Вы, родители, будете платить. За ваше чадо. Клево? Да? Теперь про пенсии. Что вызывает негодование 98% россиян. К слову о том, чей митинг мы сейчас показываем. Это КПРФ, это коммунисты. К слову, коммунизм и это основа для народа и для населения. К слову, коммунистическая партия всегда работала на народ и население. Она никогда никого не швыряла. Никогда она не швыряла собственное население. Этого просто не было. Чем сейчас правят другие? А я объясню, что нет для населения. Так, по малости. Тарифы на ЖКХ растут не по-детски. Мы не можем купить нормальные машины с нормальными двигателями. Нет ни образования, нет ни здоровья, нет нормальных зарплат, нет пенсии, нет бесплатного строительства для нормальных рабочих. К слову, и по ходу пенсии тоже скоро не будет. Вот так мы и скатились к рабству. И его как-то отменили в 1861-м, а теперь обратно. А то. То есть, как человек, помнящий и любящий СССР, мало того, как человек партийный, я помню лучшее удовольствие от СССР. То удовольствие и в лучшем случае ощутил я на Кубе и в Китае. Китай, конечно, навороченнее, но лучше Куба. Отличные продукты, да их немного, но это качество, не дурдом наших супермаркетов, где можно пропитаться, используя только 5% вашей еды. Тогда и везде. Лучшая в мире медицина. А это и есть правила коммунизма. Мы должны и будем жить круче капитализма. Практически бесплатная медицина и абсолютно бесплатное высшее образование. А есть еще несколько стран из нашего лучшего коммунизма. Теперь о рабстве нашим. Для самых тупорылых тех, кто не помнит родственников, я предлагаю отправиться на кладбище. Тут вопрос, в принципе, прост. Даешь им книжечку и пусть пишут всех в возрасте от 1950 года. Срок смерти всех. 85% мужиков и 65% женщин уже на том свете. Вы думаете, господа? Вы же нас, господами, считаете быдлом. Быдло, которое вы считаете за народ. Ибо на кого вы работаете? На быдло, выбравшее вас или на других членов, считающих, что быдло будет за вас воевать? Да не будет такого. Рабы за вас не воюют. Наши человеки воюют за своих сынов и дедов, за дочерей и матерей, а не за вас. Но как быть, когда вы не заботитесь об онных? Нет ни бесплатного образования, нет никакой медицины, нет никакой бесплатной старости. Ничего нету. Это наша говеная сущность. Вам это нравится, а нам нет. Мы помним коммунизм и говорим детям о нашем прошлом. И умные дети нас слушают. А вы наших детей колбасите. И не думайте, что за детей они встанут родители. Не думайте об этом. Что может случиться с детьми? Ответ будет реально прост. Вы знаете русских, без разницы об истории. Знаете, что будет. Мы этого, коммунисты этого не хотят. Вы уже просрали выборы, а что будет дальше? Спасибо вам за Олимпиаду, за Мандиуали. Вы это построили, захобатив свой народ. Не платя ни пенсии, ни зарплаты. Спасибо вам большое и не детское. Да, конечно, можно найти выход из того, что вы сделали. Выход всегда есть. Но нужны ли вам города-призраки с людьми без будущего, настоящего и прошлого? Думайте сами. Наша тема членов КПРФ, вернувшись на круги своя и объяснив, что только коммунизм и это лучшее будущее вам помешать. Мы это будем делать, уж поверьте нам.